Доброго времени суток, дорогая община Хафетсхайм. У нас проект Дороги Аллахи. Мы продолжаем изучать законы, связанные с Песохом, с подготовкой к Песоху. Сегодня мы поговорим о законах, которые касаются эры Песоха, то есть дня перед Песохом, что можно делать, что нельзя делать, и начнем. Итак, запрещено делать какую-либо работу, уточним, что имеется в виду, в РФПСах. То есть в РФПСах нельзя заниматься никакой деятельностью, работой, профессиональной деятельностью после ХАЦОД, после полудня. Имеется в виду, астрономический полдень. В Израиле сейчас это примерно около часу дня. То есть после часу дня не делают за границей, нужно смотреть в календаре. И есть две причины, по которым запрещают наши мудрецы заниматься работой в РФПСах. То есть день перед Песохом, после полудня. Первая причина, чтобы человек не увлекся и не погрузился в работу, и тем самым он пренебрег бы выпечкой мацы, которая нужна для пасхального седера, и кашированием посуды, и любыми другими делами, которые нужны к подготовке. В скобках хотелось бы сказать, что имеется в виду, что, во-первых, Песох – это праздник нашей свободы. Праздник, когда мы выходим из Египта, из Мицраима, из места, из которого невозможно было выйти обычным способом. И Всевышний, вытащив нас из Мицраима, первым делом, одной из причин, в которой нас вытащили, потому что мы были рабами у фараона. А еврейский народ, он не может быть рабом ни у кого, кроме Всевышнего. И сразу нужно отметить, что после того, как еврейский народ вышел из Мицраима, появилось в мире понятие свободы, появилось в мире понятие человеческих прав, свободы. И если копнуть чуть-чуть глубже, то уже спустя тысячелетия исторически посмотреть, так или иначе рабство, которое было во всех странах европейских, оно так или иначе начало исчезать, начало превращаться в другие формы жизни. Так вот, это рабство и наша работа, которой мы постоянно только и занимались, и жили только ради работы, если так можно сказать, в Мицраиме. И фараон, который владел всем миром, он создал структуру, что все должны работать только на него. И, соответственно, никакой свободы выбора. И человек работает только ради работы. И эта проблема сохранилась до наших дней. Поэтому наши мудрецы, во-первых, беспокоятся, что еврей не подготовится к пасхальному седору, как нужно. Не сможет успеть приготовить все, что нужно к пасхальному седору. Это так, в скобках хотелось немножко раскрыть это. Соответственно, каждый еврей, он должен постараться максимально создать условия, что он после полудня не работает. Не работает, занимается подготовкой к празднику. Вторая причина, которую устанавливают наши мудрецы, во время, когда был храм, был наложен запрет каждому еврею делать работу в РФ Песах от полудня и дальше, по причине того, что это было время принесения пасхального жертвоприношения, пасхального курбана. И, соответственно, так же, как и когда был храм, любое жертвоприношение, которое человек приносил в храм, этот день у него считался как емтов, то есть особый выделенный день. Так оно было, когда был храм. И, соответственно, была запрещена работа, соответственно, еврей приносил курбан, и была запрещена работа ему в этот день, весь этот день. Соответственно, так как курбан Песах, уже это приношение пасхальное, которое было, когда был храм, не имеет точно установленной времени, поэтому, а именно от хатсота, то есть от полудня и дальше, до, соответственно, и дальше со временем, поэтому наши мудрецы не запрещутили работу весь день, а только после полудня. Потому что после полудня это уже считается как бы емтов, то есть как бы имеет особый статус уже это время. И после того, как, соответственно, был разрушен храм из-за наших ошибок, этот традиций, этот закон, он не был отменен, не заниматься работой после хатсотов РФПСа. Он так и остался. Теперь мы поговорим чуть дальше, что можно делать, какие виды работы можно делать. И, соответственно, этот запрет, он остался. Сейчас мы поговорим дальше, следующее лохо. Все, что можно делать в холямоид, следующее лохо, к примеру, заниматься, допустим, работой неопрофессионала, то есть починкой чего-то неопрофессионала или что-то, что нужно для самого праздника. То есть в холямоиде тоже нету, обычно люди не работают. Есть исключения, работают, когда вынуждены работать, когда их уволят, или когда есть проблемы, или когда это очень нужно, допустим, скорой помощи, вообще социальные службы, которые должны работать. Но все равно так или иначе работают меньше. В Израиле это особенно видно, чувствуется по атмосфере праздника, в холямоиде это, соответственно, полупраздничные дни. Соответственно, можно делать любую работу, которая нужна к празднику. То, что можно делать в холямоиде, можно делать и так же и в РФ Песах, то есть в день перед Песахом. То есть это подготовительная работа, это работа, которая нужна к самому празднику, касается праздника, не профессионально, не что-то новое создается и так далее. То же самое, то есть мы уточнили, да, то, что можно делать в холямоиде, об этом мы поговорим, наверное, в следующем выпуске или в следующих выпусках, тоже можно делать в РФ Песах. И, соответственно, можно заниматься торговлей. Тем не менее, рекомендуют наши мудрецы устарожиться в этом и не заниматься от минхи в Таны. Это примерно через полчаса после, чуть больше, после полудня. Не заниматься уже работой. То есть в Израиле можно увидеть в РФ Песах, что люди, магазины, все это закрывается, и все это превращается, как бы, если так можно сказать, все меняется. Все занимаются именно подготовкой к Песаху. не запретили наши мудрецы заниматься работой, а именно той работой, которая, как бы, основательная работа. К примеру, создание любых новых вещей, посуды и так далее. То есть создание чего-то нового. Или создание новой одежды. Неважно, это за деньги бесплатно или платно. То есть что-то такое кардинальное. Это нельзя заниматься этим в РФ Песах. Будь то за плату или бесплатно. Но чинить любые, то есть чинить какие-то инструменты, посуду, все, что нужно к празднику, привести дом в порядок, это все можно делать. Одежда, если она порвалась, ее можно зашить. То есть даже, даже, и очень имеется в виду, даже у человека-специалиста. То есть профессиональные деятельности обычно не занимаются и не делают, допустим, человек-художник или человек-портной, не идут к этому. Тем не менее, можно это делать, можно все, что нужно к празднику, зашить одежду, погладить, постирать, допустим, починить что-то, вызвать ремонт. Все это можно делать в РФ Песах. И можно это делать тоже так же не у профессионалов. Так, чтобы это не считалось окончанием работы. То есть не работа, которая будет оконченной, глобальной и так далее. Теперь касательно, так как у нас после второй день начинается сфера Таумыр, второй день Песаха, начинается отчет Таумыра, принятого не стричься, так скажем, до Лакбаумыра в данном случае принято не стричься. Есть разница между евреями с северо-восточными, и эшкенадскими. Скажем по-простому, европейскими евреями, что так как еврей не должен стричься, мужчина со второго дня Песаха, соответственно, принято стричься заранее и у жителей Иерусалима, допустим, это принято делать вечером до Песаха, чтобы успеть все, чтобы днем, как мы сказали, не заставлять других людей работать. То есть парикмахер тоже профессионал. Поэтому нужно стараться постричься заранее, привести себя в порядок. Тем не менее, если человек не успел, он может постричься у профессионала и непрофессионала у себя дома сам. Также до Хатсот, то есть до полудня. После полудня есть вопрос, проблема, как мы сказали, заставляет другого человека работать. У нееврея можно постричься или самому дома. То есть себя приводить в порядок, нужно стараться не создавать проблему другим профессионалам, в данном случае парикмахера. Сегодня тем не менее, там можно постричься, как я уже сказал, но стараться это сделать заранее. Можно привести, приводить в порядок ногти свои, то есть подстричь ногти, как говорится, начистить обувь. И все, что нужно кем-то, все, что нужно к празднику, все это можно делать и даже у профессионалов. Также можно фотографироваться, фотографировать как бы тоже обычно, так как к Песоху все наряжаются, всеми берут фотографа, можно тоже взять, фотографироваться и в РФПСах этим заниматься. и все, что касается запрета работы, в Иерусалиме принято не делать работу в РФПСах, но все, что касается запрета работы, то ли, но, также имеет свою силу в зависимости от общины, от традиции общины, то есть там есть где делают работу, есть где будут смотреть на это косо, то есть нужно вести себя в соответствии с общиной, имеется все равно так же, как в РФ Шаббат, перед Шаббатом, после Хатсота, у нас есть Аллаха, что не рекомендуется работать, не рекомендуется заниматься своим профессиональным деятельностью, потому что нету на этом брахи, это не то время для работы, для бизнеса и так далее, тем не менее за границей немножко по-другому, человек должен стараться все-таки постараться высвободить время для подготовки к Песаху, если у человека у него критическая ситуация, его могут уволить, он должен постараться сделать максимум, чтобы успеть подготовиться хорошо к Песаху, к Пасхальному Седеру, посоветоваться с местным раввином в случае, если он должен работать после полудня, и в принципе, да, это то, что я хотел бы говорить про законы вечера перед Песахом, дня перед Песахом, еще для завершения хотел бы сказать, что наш выход из Египта, из Митцраема, он это настолько глобальная вещь, что наши мудрецы, они восстанавливают те вины на Маграды и Безат Ашем, чтобы был восстановлен как можно скорее храм, чтобы мы могли по-настоящему уже приносить Курбан-Песах, пасхальные жертвоприношения, и тогда всем будет понятно, ясно, почему нельзя работать, потому что особенное состояние, Безат Ашема этого ждем, и, как говорится у нас в Талмуде, что так же, как мы вышли в месяц Ниссан из Египта, так же Всевышний нас выведет и освободит, если так можно сказать, изменит мир, поможет, то есть изменит то состояние, в котором мы сейчас живем, то есть буквально будет Геула, полное освобождение, это тоже будет в Ниссане, и с этим настроением, с хорошим настроением, самое важное, с подготовкой, с разумной подготовкой к Песаху, к Пасхальному Сайдеру, хотелось бы пожелать всем хорошего настроения, Ход и Штоп, и до скорых встреч.